Малатовый кризис. Такой хэштег сейчас набирает популярность среди европейских пользователей соцсетей. Старый свет столкнулся с дефицитом овощей и фруктов. В интернете полно фотографий пустых прилавков, невероятных ценников на товары, которые раньше стоили копейки, то есть, простите, евроценты и пенсии. Насколько в действительности всё серьёзно, расскажет моя коллега Мария Григорьева. Маша, вам слово. Вадим, европейские политики призывают не драматизировать и не использовать слово «кризис» в данном контексте. Вот такие фотографии в соцсети уже несколько недель выкладывают жители Старого Света. Зрелище и правда невероятное. В супермаркетах сыты Европы, пустые прилавки. Поясню, речь идёт только об овощных отделах. В Великобритании, например, столкнулась с дефицитом салата, кабачков, зелени и ряда других товаров. Эти люди утверждают, что приобрели вообще последний в своём городе салат. Там, где овощи и фрукты купить ещё можно, вводится ограничение по типу не более трёх штук в одни руки. Но больше никто и не хочет покупать. Где дефицит, там и рост цен. Так вот, если до начала салатового кризиса качан стоил всего 42 пенса, то в феврале на ценниках появились уже совсем другие цифры. Один фунт и 19 пенсов. На кабачки цена подскочила в четверо. Почти до двух фунтов. А за килограмм брокколи любителям зелени приходится теперь платить по 5 фунтов. Ровно в пять раз больше, чем в докризисный период. Местные СМИ всерьёз обсуждают появление в Британии чёрного салатного рынка. Перекупщики бессовестно наживаются на покупателях. Одно из объявлений установило рекорд. Некто выставил на продажу 12 качанов салата за, внимание, 50 фунтов стерлингов. Это почти 4000 рублей. И, похоже, купили. Во вторник на том же интернет-ресурсе за 50 фунтов продавали уже два качана. Обратите внимание на подпись «Редкий товар». Что же такого случилось в Старом Свете, что зелень людям уже не по карману? А виновата во всём погода. По некоторым оценкам, до 80% всей овощной продукции и фруктов на рынке Европы поступает из региона Мурсия на юго-востоке Испании. И вот что происходило там ещё в декабре. На Мурсию обрушились колоссальные ливни. Месячная норма оказалась превышена в 6 раз. Дожди обернулись масштабными наводнениями. Утонули и региональный центр, и окрестные сельхозугодья. Значительная часть урожая оказалась повреждена. Но на этом стихия не успокоилась. В январе после потопов вдруг резко завернули морозы. В самом городе Мурсия даже пошёл снег. А такое бывает лишь раз в 10 лет. Отклонение температуры от нормы по итогам января в регионе достигло 2,5 градусов со знаком минус. Столбики термометров даже опускались ниже нулевой отметки, что также не характерно для этой части Испании. В итоге поставить на европейские рынки достаточной продукции местным фермерам так и не удалось. Сейчас погода в Мурсии наладилась. По прогнозам, наверстать упущенные производители смогут где-то к апрелю. Остается только гадать, каких высот за это время могут достичь цены на те же салат или брокколи. Продолжение следует...